всем привет с вами андрей наша пиксель данжен собственно вышла бета-версия шитарет 2.5.0 уже доступна для скачивания можно получить ее по ссылкам google play на бета-версии подписавшись апсторе тест флай собственно steam и собственно гит хобби также помимо бета-версии еще иван добавил дополнительные изменения которые возможно будут изменены финальные версии то есть готовым релизе но о них мы сейчас поговорим более подробно скоро шитарет новой безделушки из flash art всем привет после немного более долгого ожидания чем я изначально планируешь это пиксель данжен версии 2.5.0 теперь готов к бета-тестированию ну собственно датирован пост 26 августа но я чуть позже его выставляю вы его услышите где-то в начале сентября в этом посту и поделюсь еще более некоторыми новыми вещами которые появляются в этом обновлении собственно право для скачивания ссылки я уже говорил пропускаем их шитаре также продается в steam и прямо сейчас доступен в рамках фестиваля ноут м то лут нет времени для лута с 26 августа по 2 сентября во время распродажи steam вы можете купить шатарет со скидки 40 процентов что является новая рекордно низкой ценой в steam интересно также в рамках фестивале продается множество других отличных игр в жанре данжен крафт я интересная бумага тоже на рогалик это у нас к сажан данжен крафт я интересно будем знать новые безделушки версии 2.5.0 довольно мало нового контакта с большим акцентом на вещах о которых я говорил в прошлый раз в прошлый раз есть отдельный пост это так называемые новости бета-версии если интересно можете познакомиться с ней но есть несколько новых безделушек которые я добавляю безделушки будут разработаны с большим количеством возможностей для расширения и в этом обновлении я добавлю еще четыре чтобы довести их общее число до 15 эти дизайнер дизайны безделушек не являются окончательными они могут претерпеть визуальные игровые изменения входа бета-тестирования кодила осколок также отключены в первоначальном бета-релизе но должны быть добавлены в ближайшее время собственно так вот они будут выглядеть еще дополнительные четыре безделушки соляной куб это скорее всего первый они идут по порядку соляной куб довольно достаточно простая бездушь который продлевает сырость от еды за счет снижения регенерации хп при плюс трех это максимальная прокачка безделушки ваша еда будет сохраняться на 50 процентов дольше но за счет отсутствия пассивной регенерации здоровье пока вы сыты то есть переводя на русский язык на самом деле это очень полезная безделушка она бы подошла ребятам которые играют с испытанием диеты вот она очень-очень сильно подошла бы а пассивную регенерацию можно обойти например не знаю съев цветок сна например тот же самый в общем и целом полезная вещь плюс также можно элементарно поспать понятно что по если пассивная регионация будет включена в опасен и не даст никакого эффекта ну все-таки опять же тут именно сытость как вы знаете у нас в игре присутствует параметр сытость также голоден и истощен а есть промежуточный параметр который не указан собственно не голоден и сыта не истощена вот помежуточным параметру я думаю он будет неплох но в целом соляной куб достаточно интересная безделушка но единственное отключение пассивной регенерации но опять же пассивную регенерацию можно восстановить например с помощью чаша кровоостанавливающей будем так и называть потому что она постоянно просит кровь вот виал крови еще один более простой аксессуар который увеличит количество исцеления от основных источников исцеления за счет его замедления вы получите на 50 процентов больше исцеления при плюс 3 это максимальная прокачка но вам нужно будет планировать гораздо более медленное исцеление условно сказать больше исцеления за счет его замедления но в теории это подошло бы виал крови а к семени солнечнику потому что вы в любом случае получаете исцеление и семенем солнечника можно было бы сыграть по принципу но опять же стояние на месте конечно не удобно на солнечнике ну например если вы играете от хранителя лука то очень удобно будет двигаться на нем и очень много можно будет отыграть этого виала то есть хранитель например встает на солнечник и начинает двигаться и тем самым у него восстанавливается большее количество исцеления но он чуть чуть более медленно восстанавливается на самом деле очень очень полезно с одной стороны но опять же то же самое тут же скажем так тоже чаша бы сыграла хорошо то есть вы чуть менее медленнее будет исцеляться но чуть сильнее то есть скажем так вы больше исцеления получаете но за дольше пружиток времени на самом деле интересная безделушка хаотическая кодилица выпускает клубы разного вредного газа рядом с вами при правильном позиционировании можете держаться подальше на этих газов одновременно загоняя в них врагов более высокие уровни делают эффект газа более частым увеличивать шанс более мощных газов ну собственно я как я думаю это эффект проклятия коррозийной брони то есть есть такая проклятая коррозийная броня что-то похожее либо когда вы например выпиваете иммунитет газом на склянке выпиваете тоже эффект такой же то есть вокруг вас начинается скрыться газ и скорее всего можно опять же усиливает эффект при прокачке на самом деле это полезная вот например при челлендже без брони вот это вот так называемый без физического урона вот это вот безделушка мне кажется была бы оптимальная потому что вы по сути не наносите физический урон но в то же время за вами бесполезно будет бегать потому что вы будете наносить урон врагам это как враги бы зашли в газовую комнату вместе с вами но проблема в том что очень важно очень быстро бегать отсюда потому что если комната заполнится газом вы сами скорее всего не получать урон осколок забвение увеличивает ваши шансы найти добычу и у врагов для каждого неопознанного предмета который вы носите в данный момент брелок также имеет встроенный способ отключения пассивной идентификации что легко что позволяет легко мин макс перевод конечно интересный какие предметы вы хотите инициировать какие нет на самом деле идентификации предметов это полезная вещь в любом случае она будет полезная потому что ну это всегда нужно которые особенно если вы не опозна не опознали предметов данный момент то есть вот этот осколок забвения будет конечно чуть не одним из самых имбалансных предметов как я думаю просто идентификации каждого предмета это опять же увеличит ваши шансы найти добычу врагов для каждого неопознанного предмета то есть найти добычу то есть это получается поиск добычи у нас отвечает кольцо богатство кольцо удачи так называемое сложно сказать как конкретно она будет работать но в целом одно можно сказать что я думаю будет неплохо смотреться изменения в содержании хотя эти новые безделушки единственный прямой новый игровой контент появившийся версии 2.5.0 есть ряд также более мелких настройка изменений которые вы должны существенно повлиять на ощущение от игры вероятно самое большое изменение в плане игрового ощущения это некоторые корректировки которые я сделал для улучшения управления нотарем это включает в себя некоторые изменения конкретные для освобождения слов с нотаря здесь и там и одно заметное изменение в алхимии энергетические предметы теперь также мифицируют их что дает по рукам использовать расходные предметы чтобы инфицировать их сложно сказать что это написано просто про им энергетические предметы непонятно что это что под критерии энергетические предметы подходят тут может быть папы ей любой предмет но по идее энергетические предметы теперь также мифицируют их кого их непонятно а теперь когда проклятые палочки используются в чаще свуден резин самое время немного расширить их функциональность на самом деле проклятая смола это у нас тринга если не ошибаюсь называется вот на самом деле вот эффект проклятых палочек сложно сказать насколько он будет полезен или бесполезен потому что ну никто проклятой палочкой в разумно им не будет пользоваться но эффект конечно будет интересно посмотреть версии 2.5.0 будет представлено 16 новых эффектов проклятых палочек начиная от обычных эффектов такие как выстреливание пузырями вы представляете в игре выстреливание пузырями это же вообще смешно и заканчивание редкими и мощными эффектами такие как огненный взрыв сверхновый на самом деле это интересно сколько он силы будет наносить по урону по цифрам но опять же проклятая палочка непонятно хотя нам все от зачарования зависит но пузыри безвредный а взрыв полная противоположности понятно что очень большого на него будет я вношу несколько измен чтобы улучшить общий баланс безделушек в частности дэмин синуал син диал получает эффект дневное время 13 листный клевер будет теперь влиять только на броски урона героя а моси клумб будет генерировать меньше бонусной росы на самом деле меньше бонусной росы это конечно плохо потому что по сути говоря вы у нас забрали росу что касаемо только на броски и уроны героя но это же хреново потому что она он раньше за все отвечал а сейчас чисто заброски ну тем чем именно урона они защиты что не всегда полезно а это наверное песочные часы которые в дневное время но про дневное время часы интересно было бы посмотреть надеюсь это изменение безделушек сделать больше вариантов бездушек привлекательным и увеличив их большее разнообразие но это скорее всего делается для того чтобы люди могли как бы выбирать безделушки то есть скажем так есть которые ну скажем не самый играбельный чтобы он иван делает не самые играбельные безделушки более играбельными чтобы люди их тоже могли рассматривать дополнительно ну например моси забрать у него ра бонусную росу но это сомнительное решение но с другой стороны то если коррется не им играть то но не каким-то другим 13 листный клевер опять же это по сути порезка только на броски урон героя ну сомнительное решение если бы на все цифры в целом то было бы мне кажется лучше продолжая изменение баланса также вношу изменения в дуэлянты и монах что продолжить более крупные изменения из версии 2.4.0 дуэлянт в основном получает бафы к определенным способностям оружия в основном дополнительный урон и бафы талантов а монах получает общее усиление своих способностей что помог чтобы помочь ей идти в ногу с чемпионом ну что вы знаете что чемпион и монах это 2 2 подкласса дуэлянта которые открываются после убийства босса тенго и делание его маски собственно и вы сами можете выбрать что конкретно будете через кого играть я принципе играл за обоих чуть проще конечно чемпионом играть но монах тоже не уступает если им играть по крайней мере убить нажимать но чемпионом в этом вопросе проще то что там огромное количество оружия у них у оружия у дуэлянта очень много разных способностей то есть который даже например вы знаете что например обычный меч но грубо говоря обычный меч просто бьет просто не знаю бьет уроном да а вот дополнительные способности у меча там чуть ли не рассечение который чуть ли не наносит дополнительный урон цели то есть там огромное количество это чисто на мечи а там такая у практически каждого оружия есть кашу есть различные подклассы например у всех например тупых оружия одно кучевая способностью например у скрытных оружия например кортиков там не знаю клинков убийц другая способность но факт остается фактом что способности достаточного оружия много а у чемпиона они как бы точнее не у чемпиона у монаха они вшитые монах что-то наподобие получается гладиатор если вы играли когда-нибудь за гладиатора вы плюс-минус поймете что как играет через монаха вот на этом мы продолжаем собственно региональный всплеск искусства наконец версии 2 5.0 появится еще одно крупное изменение интерфейса в блоге посвященным десятилетию я тоже об этом говорил в одном из предыдущих выпусков посвященных собственно лор игры у меня есть отдельный собственно плейлист посвященный этому и я рассказывал она внутриигровом пиксельном искусстве но я также работу с александром комитовым над некоторыми номер всплеск артами для шагарет это пиксельный арт еще далеко совершенства но некоторые из новых работ а алика уже готовы версии 2 5 0 а шагарет получает 5 новых полноценных всплывающих изображений по одному для каждого региона подземелья эти всплывающие изображения появляются во время загрузочных экранов игры и будут останавливаться чтобы отобразить текст истории когда вы впервые спускаетесь каждый регион то есть если я правильно понял это будет работать всплывающие экраны после комнат с боссами то есть вы комнаты с боссами прошли грубо говоря на 6 комнате на 16 ну и собственно 11 комнате ну и на финальном как говорится перфинальным боссом вряд ли это получается когда вы входите в адскую комнату когда выходите в канализацию в пещеры в тюрьму и когда входите в город дворфов собственно вот это изображение будут разные собственно 5 по 5 штук общее количество их будет 5 штук на а по одному на каждый регион на самом деле очень полезно как всплески я думаю что эти всплески регионов до вносит больше вклад для улучшения презентации шето это помогает заполнить некоторые из более тонких визуальных деталей которые отсутствуют в пиксельной графике с низким разрешением в игре в каждом марте так есть много прикрыт много прекрасных новых более крупных деталей которые некоторые из которых я хотел бы лучше представить в самой игре в какой-то момент времени вы вы выше можете увидеть изображение канализации а ниже изображение мегаполиса то есть по сути говоря это канализация у нас идет по 1 а мегаполис так называемый город дворфов у нас идет четвертый то есть предпоследний чтобы увидеть остальное вам придется пройти все регионы игры ну на самом деле эван правильно делает чтобы как говорится картинку сегодня открывать пускай ребята сами смотрят ну по канализации я думаю понятно что она плюс-минус ясна а вот почему так называемый мегаполис книжная полка мне немножко неплохо но это все таки эвану и его художнику виднее пользователи мобильных устройств в портретной ориентации портретной ориентации могут увидеть вертикальные собственно портретной ориентации это который вы сейчас смотрите а альбом на это который если бы я бы развернул то есть сейчас я вам покажу альбомную ориентацию собственно автоповорот и собственно поворот вот это называется у нас альбомная ориентация вот это у нас называется портретная ориентация вот пользователи мобильных устройств в портретной ориентации смогут увидеть вертикальные фрагменты этих артов во время загрузочных экранов они все сразу но я собираюсь поэкспериментировать с добавлением эффекта панорамирования при отображении текста истории на самом деле если я правильно понимаю то есть дополнительно он будет еще рассказывать о лоре игры в одном из загрузочных экранов на самом деле это полезная фишка это очень прикольно будет сделано вы также можете свернуть текст истории чтобы просматривать арты регионов отдельно я ожидаю чтобы эта версия 2.5.0 продлится немножко дольше недели так как мне нужно заставить работать в них еще пару безделушек перед релизом как всегда если вы хотите получать более мелкие обновления разработки шатерет вы можете подписаться на рассылку шатерет или следить за мной в мастодонте если вам нравится шатерет и вы хотите помочь мне продолжать его дела пожалуйста поддержите меня на пантеон покровители также получает доступ к эксклюзивным ежедневным еженедельным мини-блогом о предстоящих обновлениях ежемесячным вопросам и ответам и опросам по контенту физическим наградам за лояльностью раннему альфа доступу раннему альфа доступу не бета доступа а альфа доступа к обновлениям вы также можете обсудить эту запись в блоге сообщества pixel dungeon lemur и на steam форумах сообщества steam вот всем мы на этом закончим всем спасибо за просмотр ссылку я прикреплю в описании чтобы вы могли перечитать сами что вы не поняли ну я конечно честно я рекомендовал скачивать бета-версию и уже по самим посмотреть на этом спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока 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 пока